Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И сегодня мы вспомним преподобного Силуана Афонского. Старец Силуан, вот известная его книга, и многие выцерковлялись через эту книгу, признаю, что я сам во многом обратился в духовную жизнь благодаря этой книге. И эта книга даёт утешение, и сам старец Силуан, преподобный Силуан Афонский, вообще на самом деле он себя не только не считал старцем, но он старчеством не занимался на самом деле. То есть не было таких вот толп учеников, которые собирались к нему, которые ходили к нему на откровение помыслов. Он вообще не позиционировал себя как чей-то духовник, он не был в священном сане, но у него действительно оказался дух старца. И это дух утешения, это то благодатное утешение от духа святаго, которое всем нам настолько нужно. Вот почему он нам особенно дорог, преподобный Силуан. И его смирение было таково, что когда его вот ученик, отец Сафроний Сахаров, он стал как раз про него собирать сведения и издал первую книгу, то преподобный Силуан, он в видении является старцу Тихону. А старец Тихон это кто? Это тоже наш русский старец на Афоне, который жил, и он был духовником преподобного Паисия Святогорца. И преподобный Силуан, вот он с небес является в духовном видении старцу Тихону и говорит, что вот благословенный отец Сафроний написал обо мне много похвал, я бы этого не хотел. То есть вот такое было удивительное смирение, что даже из небес он пытался как бы отказаться от вот этой, от этого почитания на земле. И при жизни, кстати, вот когда вот когда умирает афонский монах, то через некоторое время обретают кости и главу берут, и глава хранится вот там, где тоже вот собрание глав почивших монахов. И получилось так вдруг, что приезжающие паломники, они вдруг стали один за другим искать именно главу преподобного Силуана Афонского. Они даже, ну понятно, там и великомученика Пантелеймона, а ведь Силуан-то он же не был прославлен, канонизирован, и они вдруг ищут его, и такое почитание. И игумен испугался и сказал, что вообще вот идите выбросите эту главу в море, но два инока, которые взяли, вот они спрятали эту главу. Потом прошло время, сменился игумен, они ее опять открыли, это вот глава старца нашего Силуана. Тот говорит, что ну нет, вы идите куда-нибудь закопайте, разровняйте место, но опять скрыли. Потом при третьем тоже скрыли, и в храме уже хранили. И вот когда уже четвертый игумен, который сам был в каком-то смысле учеником преподобного Силуана Афонского, знал его, тогда открыли, и множество, конечно, и чудес. Но прежде всего это благодатное утешение, которое дается из сохранившихся записей старца Силуана, он вел эти записи для себя, при жизни никто из живших рядом с ним, они об этом не знали, и только вот потом открыли удивительную такую духовную глубину. А вообще ведь преподобный Силуан, он из простых тамбовских крестьян. Это 1866 год, когда он появляется на свет, и вот отец его был глубоко верующим, благочестивым, и с детства приучал своих детей молитве, искреннему благочестию, причем вот преподобный Силуан вспоминает, что отец не был ученым, и даже молитву отче наш произносил неправильно, когда говорил «хлеб наш насущный, дашь нам днесть» произносил. То есть, вот как он услышал в храме, ему так показалось, и он так заучил. Но зато он был настолько доброго, кроткого нрава, когда ему однажды будущий старец Силуан, а тогда его звали Симеон, проходили они по полям, и вот, говорит, там у нас снопы украли с нашего поля. Отец говорит, ну, значит, люди нуждались в этом, да? То есть, у них была нужда, поэтому они взяли себе, и вот отец никого не осуждал. Вот этот добрый, кроткий нрав отца настолько вот запечатлелся в душе Симеона, что впоследствии он говорил «вот такого старца я хотел бы иметь». И еще такой случай из раннего детства, когда отец, он многим давал приют тем, кто ходил, и вот проходил один книгоноша. Ну, кто такие книгоноши? В древнее время, ну, как в девятнадцатом веке в России книги ходили и продавали, да? Вот были такие книгоноши, которые носили с собой книги, распространяли таким образом просвещение и предлагали для продажи, их называли книгоношами. А ведь это вот 60-70-е годы, и тут уже появляются какие-то там атеисты, какие-то вот, как их там, по-разному называли. В общем, они уже начинали отвергать веру в Бога, и этот книгонош оказался именно таким вот, видимо, революционно настроенным. А отец-то Симеона не знал, он принял его, и во время беседы этот вот посторонний человек начинает говорить, что Иисус Христос не был вовсе Богом, и что Бога вообще нет. Ну, где он, Бог, говорит? Ну, покажи, возьми да покажи. Как будто Господь Бог, это какой-то предмет, да, которого взял, показал. Ведь это же не стукан, не идол, это не что-то вещественное, а Господь над нами, и созерцается Господь совершенно иначе, не телесными очами, очами души. Но вот после этой неприятной беседы Симеон, тогда он совсем маленький ребенок был, там 4-5 лет, но эта беседа запомнилась ему, и он говорит, что вот, папа, ты учишь меня молиться, а вот этот человек говорит, что Бога нет. Отец ему отвечает, ну, я-то думал, что он умный человек, он книги носит. Оказалось, что он дурак, в простоте так сказал. И вот маленький Симеон подумал, что я, когда вырасту, то пойду по всей земле искать Бога, чтобы найти Бога. И вот проходит какое-то время, а у них семья-то какая? У них было 5 сыновей, 2 дочери, то есть и все трудились, как и все крестьянские семьи в то время. И вот они трудились в поместье князей Трубицких, и там однажды, уже подросший, выросший Симен, он услышал, как кухарка рассказывает про святого Иоанна Сизиновского, который недалеко подвязался, и были мощи его, и сколько чудес таких вот благодатных происходит, и Господь явно действует через этого подвижника, через его мощи. И тогда Симеон подумал, что вот раз здесь, вот оно, то есть я нашел, что Господь, Он наглядно, очевидным образом действует через этого святого человека, поэтому нет смысла ходить по всей земле, а Господь, Он рядом. Но когда Он открывается? Когда человек живет свято. И вот это стало неким таким вот залогом будущего духовного восхождения преподобного старца Силуана, потому что, то есть вот опытное познание, не просто рассуждение о Боге, не то, что ты вычитаешь там в книгах чего-то, напичкаешь свой ум множеством цитат, а именно опытное познание Бога. И он даже хотел стать монахом, но, видимо, еще не стойкое было такое желание, может быть, родители тоже не очень относились. И потом отец говорит, что вот начали послужи в армии. Ну вот в плане биографии много неясного, и сам Сафроний Сахаров, который собирал сведения, говорит, что никто специально не записывал, и поэтому просто по крупицам собирается, а в то время была, бывала и воинская повинность. И, возможно, просто вот на него выпал такое жеребие, что ему надо было идти служить в армии. В то время служили, ну по-разному там, от примерно 6-7 лет, и вот когда ему 19 лет, то его направляют в армию. А ведь сам Симеон, он отличался такой вот огромной физической силой. Вот те, кто читали книгу, прекрасно это знают, помнят. Допустим, однажды, когда зимой он там находился с товарищем в трактире, то приезжает один тоже вот человек, и оказалось, что у него после этого у лошади промерзли копыта, и лошадь не дается, чтобы оббить лед. Ну и тогда Симеон просто пошел, и вот голову лошади под мышку себе взял и держал ее, и лошадь не могла сдвинуться с места. Вот такой силой обладал Симеон, так что удалось освободить копыта этой лошади от льда. Но из-за этой силы один раз он чуть не впал в страшный грех, когда во время народных гуляний, там вот один более такой высокий, тоже крепкий, но очень задиристый человек на него полез, и Симеон ударил его кулаком, так что тот отлетел, и изо рта пошла кровавая пена, и чуть он не умер, но потом еле-еле его отходили. Впоследствии вот этот случай, уже преподобный Силуан, он часто вспоминал и все время каялся, и благодарил Богу, что Господь не дал ему стать убийцей. Еще вот скажу, что преподобный Силуан, он впоследствии признавался в каких-то прежнесовершенных грехах, и в каком-то смысле, вот и для нас, может быть, даже это тоже станет неким утешением, потому что мы видим, что человек прошел фактически через такую же грешную жизнь, как и все мы живем. Ну, допустим, вот когда он жил в селе, то обратил внимание на очень красивую девушку, с которой стали они общаться, и в общем в житии будущего старца Силуана написано, что однажды вечером у них случилось обычное. Ну, что такое обычное, это понятно в греховном таком смысле. Кстати, вот отец после этого на следующее утро говорит, сынок, вчера вечером мое сердце сильно болело за тебя, потому что отец все время молился за детей, искренне вот так, и сама душа его, отцовская душа, она почувствовала, что с сыном что-то неладное. И вот впоследствии тоже преподобный Силуан, он рассказывал еще про один случай, что как-то вот он провел нецеломудренное время в каком-то вот таком плотском удовлетворении, и после этого то ли вот какой-то тонкий такой сон, и вдруг он видит, как будто змея вползает в него через рот. А после этого вдруг он слышит какой-то очень чистый, неизреченный голос, и впоследствии он сам говорил, что это был голос Божьей Матери. Тебе скверно от этого, да, то, что змея вползает? Вот так мне неприятно видеть то, что ты делаешь. Это было вот в разумлении от Божьей Матери за плотскую вот эту вот блудную греховную жизнь, которую он вел в то время. Но если это вот открывается нам, то для чего? Для того, чтобы мы поняли, что всегда есть возможность взойти к духовной жизни, расстаться с этими плотскими грехами, и жить совершенно иначе. И вот Симеон отправляется в армию, в саперные войска, был он при Петербурге, там, конечно же, совершенно иной уклад, воинская дисциплина. Иногда с друзьями он ходил в трактиры, но как-то сидя с товарищами в одном таком трактире, он вдруг однажды сказал, что вот мы сейчас сидим тут, водку пьем, смеемся, веселимся, а на Афоне монахи молятся. И ведь кто оправдается потом на страшном суде? И один из товарищей, который был, Симеон, в этот момент сказал, вот у нас какой друг, мы здесь веселимся, а он умом своим на Афоне и на страшном суде. И вот проходит, конечно, этот срок службы, в конце он, это же Петербург, и он решил направиться к отцу Иоанну Кронштадтскую еще с одним приятелем, и чтобы уже попросить благословения на монашество. То есть служба в армии, она показала ему то, что вот все-таки мир не устраивает его, и законы мира, и он хочет жить совершенно иначе. Но отца Иоанна Кронштадтского они не застали. И тогда он пишет простую записку, совершенно с простыми словами, «Хочу уйти в монастырь, помолитесь, чтобы мир меня не удержал». Оставляет эту записку, возвращается, а на следующий день, ну, видимо, отец Иоанн Кронштадтский молился, может быть, молился, чтобы как раз Господь как-то вразумил Симеона, и он вдруг почувствовал себя в адском пламени, как будто все вокруг горит вот этим адским огнем, и он не находит себя в этом миру, и вот это чувство адских мучений, ну, потому что он до конца еще не расстался, видимо, со своими грехами, страстями, оно не покидало его. Он приезжает домой и за неделю собирается и отправляется на Афон. И даже когда туда приезжает, то поначалу это адское пламя еще сопутствует ему. И вот ему дали несколько дней на Афоне, чтобы он подготовился к генеральной исповеди, чтобы он вспомнил всю свою жизнь и исповедовался за все грехи своей предыдущей жизни. И вот когда он проходил генеральную исповедь, то есть исповедь за всю свою жизнь, то духовник ему сказал, «Твои грехи прощены, теперь иди в радости». И Симеон, он воспринял это буквально, он очень был такой открытый, в чем-то наивный, доверчивый, и рассказали в радость, он действительно, у него сменилось состояние души, и он пошел в радости, но из-за этого немножко духовно расслабился, и стали подступать к нему блудные помыслы, чего он не отступал. И помыслы говорили ему, «Оставь все это и возвращайся в мир, женись». И опять идет он к духовнику, а тот говорит ему, что помыслы ни в коем случае не принимай, а лучше молись все время Господу молитвой Иисусовой. И как впоследствии признавался сам преподобный Силуан Афонский, он вот после этой исповеди не допустил ни одного блудного помысла. То есть приходили разные другие помыслы, какие-то искушения, наваждения случались, но блудные помыслы, все, вот как сказал духовник ему, он просто вот как отрезал это. И он старался обучаться молитве Иисусовой. Это самая удивительная, самая прекрасная молитва, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И тоже вот с такой детской доверчивостью отдался этой молитве, и в каком-то смысле произошло чудо. Буквально через три недели эта молитва сама вошла в его сердце, и от сердца он произносил ее фактически непрестанно, и от этого у него в душе был такой огромный мир. И тут вот новые искушения, просто мы показываем, что как святые проходят через разные искушения. То есть сначала были такие грубые, плотские страсти, поройки, которые нас борют всех, потом он искренне исповедуется, и начинаются уже такие духовные искушения. А что произошло? То есть его начинают хвалить, как он прекрасно справляется с послушаниями, а действительно он трудился на мельнице, он же был такой огромной физической силой, и он каждый день таскал там вот эти множество мешков с мукой, физически много работал, и при этом строжайшая аскеза, ну в общем в целом, через всю его жизнь прошел какой ритм, что он, когда вот особенно молитве научился, вот этой непрестанной, то он боялся даже вот спать, чтобы потерять молитву, и поэтому он спал урывками, сидя на стуле, где-то вот по 15 примерно минут. Вот подремал 15 минут, поднимается, трудится дальше, молится непрестанно, и в общей сложности в течение суток он спал не более двух часов. Очень напряженный такой труд, и вот братья стали его хвалить, и тут он тоже начинает немножко так вот духовно расслабляться, и происходит такое страшное искушение, что, во-первых, ему какие-то помыслы начинают приходить, что вот ты попадешь в рай, а вдруг ты там не увидишь своих отца и матери, они погибнут, и как же ты будешь делать? То есть помыслы говорят ему, что он уже спасен, то есть как бы вот он уже спасся, а как же вот другие? И поэтому через это вторгается тщеславие, которое начинает потихоньку все разрушать, и вот во время одного такого ночного моления вдруг случилось страшное искушение, появился какой-то очень странный свет, который осиял его келью, и на него самого так вот направилось, что он увидел все свои внутренности, он как бы рентгеном просветил все его органы, вот знаете, когда некоторые по глупости занимаются экстрасенсорикой, ищут, чтобы у них открылся там третий глаз, и вот они потом тоже по глупости достигают этого, начинают видеть органы другого человека, оказывается, это бесовское обольщение, и вот он тоже как бы увидел все свои внутренности, а какой-то голос со стороны сказал, прими эта благодать, но он почувствовал какое-то страшное смятение и потерял сердечный мир, а после этого ему стали часто являться бесы, причем одни его хвалили, и говорили, что ты уже святой, ты попадешь в рай, вот все тебе заслушано уже царство небесное, а другие, наоборот, говорили ему, ты окончательно погибнешь, тебя ожидает гиена огненная, тебе нет никакого спасения, и он тоже вот еще по неопытности начинал с бесами разговаривать, что строжайше запрещено в аскетике, и спрашивал, почему же вы мне то так говорите, то это, кто хвалите, то, наоборот, ввергаете в отчаяние, и один из бесов насмешливо ему сказал, мы правда никогда не говорим, и вот произошло такое искушение, как бы прельщение, и когда вот это вот искушение произошло, то в чем это выразится, в утрате благоговения, что во время молитвы вдруг какая-то смешная мысль его посетила, так что он даже захохотал, после этого он ударил кулаком себя по лбу, стал более внимательно молиться, но духа сокрушения уже не было, и вот начинается эта внутренняя борьба, как бы вот вырваться из этих бесовских обольщений, которые со стороны тебя обступают, молиться, и он поначалу даже не знал, что делать, и он очень усиленно молился, говорил, Господи, помоги мне, спаси меня от этих бесовских наваждений, усилил свою аскезу, усилил пост, и прошло так много месяцев тяжелой внутренней борьбы, а искушения не проходили, а бесы продолжали являться, и вот он доходит уже до последней такой грани отчаяния, и однажды совершенно уже разбитый морально, он садится на свой этот табурет, и подумает, что, наверное, Бога умолить невозможно, и примерно час находился он в таком состоянии отчаяния, а после этого произошло невероятно, вот когда он пошел в храм, то впоследствии вот он постоянно свидетельствовал, это был ключевой момент в его жизни, когда вдруг он неожиданно увидел живой лик живого Христа, и Господь открылся ему как неизреченная любовь, как кротость, смирение, и при этом вот этот небесный неизреченный свет, который мы в принципе, мы не можем передать вот это вот откровение, потому что все, что мы говорим, это какие-то отдаленные, приземленные аналогии, но у преподобного Сеулана в этот момент произошло внутреннее перерождение, духовное рождение, и вот эта вот тьма отчаяния, которая его покрывала до этого момента, она ушла, она рассеялась, и Господь именно явился ему как вот такая всепрощающая любовь, как вечная неизреченная жизнь, как приобщение к Божью Свету, и в каком-то смысле он почувствовал себя как восхищенным в рае, и как бы слышал неизреченные глаголы, вот как апостол Павел, который тоже был восхищен до третьего неба, и в духовном смысле преподобный Села не просто восстановился, вот его наполнила благодать, и он впоследствии вспоминал, что находился как в пасхальном торжестве в те дни, то есть когда вот человек вроде бы доходит до полного отчаяния, но все равно старается молиться Господу, ну правда у самого преподобного Селана у него было такое искушение, что вот наверное невозможно молить Господа, вот тогда Господь сам и явил себя ему, и впоследствии преподобный Селан как раз говорил, что Господь Духом Святым явил себя мне, и в Духе Святом Господь открыл, что он есть любовь, любовь неизреченная, но познать это можно только приобщаясь Духу Святому. Потом, когда Селуан прислуживал братья, он вновь почувствовал вот эту вот благодать, коснувшуюся его сердца, просто вот когда со смирением, с искренним смирением служишь другим, то Господь уделяет свою благодать, и Селуан искренне этому радовался, а вдруг потом замечает, что благодать уже не проявляет себя так явно, что ощущение это в нем оскудевает, а потом потихонечку с разных сторон начинают подкрадываться какие-то зловредные помыслы, и вдруг опять бесы начинают появляться, и он не понимает, как же так, ведь Господь же явил себя как любовь, и такое благодатное было пасхальное воодушевление, а вдруг опять все это оскудело, и он молился вот таким Адамовым плачем, и о утрате благодати, и не зная, что делать, пошел к одному из старцев, старец Анатолий был, и тот его говорит, ты, наверное, вот много молишься, что тебе такие вот искушения там, и бесы являются, он говорит, ну я как, я молюсь непрестанно, так может быть ты неправильно молишься? Я не знаю, правильно или неправильно, но вот мне сказали, что надо непрестанно молиться, поэтому стараюсь молиться так, и вот он рассказал про себя, как вот молитва, она сама вот в сердце его начинала действовать, и как бесы искушали, вот тот вот прежний, вначале странный вот этот свет, то есть бесовское, демоническое искушение, а потом через некоторое время, как Господь его утешил своим благодатным явлением. И старец Анатолий ему говорит, что вот чтобы молитва была правильной, то ты заключай ум в слова молитвы. Это вот способ преподобного Иоанна Лествичника, его особенно вот любил святитель Игнатий Бринчанинов, потому что такая молитва, она действительно, она освобождает от лишних искушений, то есть помыслы начинают отступать, молитва очищается, хотя кажется, что молитва, она, ну, несколько сухой становится, что ты ум весь в слова молитвы. На самом деле ты себя, свой ум очищаешь от посторонних помыслов. И вот, к сожалению, старец Анатолий уже в самом конце беседы допустил такую вот духовническую ошибку. Он сказал, ну, видимо, отталкиваясь от того вот этого благодатного посещения, еще молодому тогда монаху Силуану, он сказал, что вот, вот, если ты такой в молодости, то что же ты будешь в твоей старости? Ну, он тоже по простоте души так сказал, потому что самого его уже в пожилые годы посетило благодатное вот это вот вдохновение от Господа, ощущение наглядной благодати Божией. А для преподобного Силуана в то время его слова стали искушением, и вновь помыслы тщеславия стали его захватывать. И тщеславный человек, он очень быстро утрачивает молитву, то есть ум рассеивается, и исчезает вот это внутреннее напряжение, происходит расслабленность, и тогда опять потоком скверным могут хлынуть вот эти вот бесовские искушения. И вот происходит напряженная борьба, и преподобный Силуан учится бороться против тщеславия, и так проходит 15 лет непрестанной борьбы, когда подвижник, он старается как бы заранее подмечать, как помысл, вот он только-только к твоей душе подступает. Если он же войдет в твою душу, то все, он внутри начнет все отравлять. И ты утратишь не только молитву, ты утратишь внутреннюю жизнь. Это вот яд греха, который изнутри начинает поражать все твое существо. А если ты вот заранее смог заметить, что поступает помысл, и по первым прикосновениям уже тут же его отвергать, то тогда легче. Но это на словах легче, в реальной жизни все намного труднее. И вот проходит 15 лет подвига такого борения, и бесы время от времени являются ему. И однажды тоже вот ночью, когда он молился молитвой Иисусовой, сидя на табуреточке, и хотел подняться, чтобы сделать поклон перед иконой, перед образом Господа нашего Иисуса Христа, и вдруг увидел, что бес явился прямо вот между ним и иконой. То есть, вот какая наглость. Тут ты перед иконой, перед святым изображением Господа, а бес насмешливо встает перед тобой, как бы заслоняя собой икону, и ждет поклонения, что если ты пытаешься поклониться иконе, то тем самым поклонишься бесу. И для преподобного Силана тоже ситуация была неожиданной, и тогда он опять вот садится на табуреточку и в сокрушении духа, углубляясь в сердце, говорит, Господи, я хочу молиться Тебе, но бесы вот не дают мне. И тогда ему приходит какой-то вот в сердце от Господа ответ, что горды всегда так страдают от бесов. То есть, если ты гордый, то молитва твоя будет расхищаться помыслами. Если ты гордый, то ты от бесов потерпишь непременно какое-то посрамление. Но на этом диалог не закончился. Преподобный Силуан, он продолжает в сердце обращаться, Господи, что же мне делать, чтобы стяжать смирение? Молю Тебя, яви мне Твою помощь. И тогда вот дается ему вот этот ключевой ответ, который тоже прошел как такое золотое правило, вот лично его преподобного Силуана, аскетической жизни. Держи ум твой во аде и не отчаивайся. То есть, всегда вот вспоминай, что ты достоин ада. По твоим грехам. И тут можно вспомнить было вот это прежнее блудное падение. Если ты возносишь это в сердце своем, то тут же вспоминай свои прежние падения, особенно вот блудные падения, какие-то твои прегрешения. Может быть, где-то ты вот лукавство какое-то допустил, еще какие-то грехи вспоминай, и ты вот из-за этих грехов, ты достоин ада. И умом своим держись вот этого ощущения, что ты достоин ада. И на самом деле, это вот тайна спасения всех святых людей, старцев подлинных. Преподобный Пимен Великий, даже в конце своей жизни говорил, что вот куда вержен будет сатана, туда и меня вернует. Вот настолько он по смирению считал себя недостойным небесного царства. И преподобный Серафим Саровский, святитель Игнатий Бричанинов, все время говорил про зрение греха своего. То есть вот держи ум твой во аде, но и не отчаивайся. То есть понимая, что ты достоин ада, возлагай всю надежду на Господа Бога. И вот молитва Иисусова, она тогда становится именно голосом покаяния сердечного, что вот Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты Спаситель наш, я достоин ада по своим делам, но Ты помилуй меня грешного. И тогда вот такая молитва, она выражение Твоего сердечного покаяния. И за это смирение Господь и подаст Тебе свою благодать. И вот так проходит еще 15 лет непрестанного подвига. И преподобный Силуан уже вот самым опытом своей жизни что постиг? То, что Господь свою благодать являет только ради смирения души человеческой. Если ты утратил смирение, то тут же утрачиваешь и благодать. Смиренному человеку Господь тут же являет свою благодатную помощь. Конечно, сверхъестественные какие-то вещи, это вот не в нашей власти, лучше этого не искать, чтобы не искуситься. Но в любом случае Бог являет себя только смиренной душе. И преподобный Силуан, он в своих записях очень много фиксировал это. Он говорил так, что смиренная душа имеет покой, а гордая терзает сама себя. И действительно, мы страдаем из-за своей собственной гордости. Вот преподобный Силуан, он говорил, что если гордого человека насильно поместить в рай, то ему и там будет плохо. Гордый и там в раю будет всем недоволен и скажет, почему я не на первом месте? И это его мучает. То есть понимаете, что мы страдаем из-за собственных страстей. Вот наши страсти грызут нас, как какие-то хищные волки, звери, как змеи, которые яд свой впускают. И вот как такому человеку быть в раю? Вот почему я не на первом месте? Вот это недовольство, оно раздирает страстного человека, и он из-за этого мучается, поэтому он не видит лица Господня, поэтому он страдает. И только смирившись, вот когда сокрушаются главы этих гордых наших страстей, то только смирившись, душа человеческая, она обретает Божию благодать. И преподобный Силан вот уже через этот новый этап, когда вот он прошел духовного пути, то в нем происходит такое вот новое перерождение, и он уже молился даже вот больше не столько о себе, а в нем открылось удивительное сострадание людям. Он молился уже больше о других, и вот его сделали экономом. Экономское послушание – это одно из самых тяжелых, то есть это постоянные хозяйственные заботы. Вот под его подчинением было 200 рабочих. Представляете, да? То есть кто чего как делает, справляется или не справляется. А преподобный Силан, перед этим, когда его назначили, он помолился и спрашивал Господа, что важнее, ведь столько вот трудов, и ему Господь в сердце открыл, что важнее хранить благодать, хранить благодать в своем сердце. И он понял, что первое внимание надо обращать не на то, как что там сделал, не выполнил, или там какие огрехи у кого, а прежде всего хранить свое сердце, свободным от страстей. И он говорил так, что если ты душу свою пребываешь, хранишь от страстей и соблюдаешь безмолвие в своем сердце, то никакие внешние работы тебе не повредят. И тот, кто любит людей, тот и молится более горячо, так он говорил. То есть соприкасаясь с людьми, он видел их живые нужды. Многие приезжали на заработок, на фон в то время, оставляли свои семьи. И он, проникая состраданием к ним, особенно к ним был милостив и молился за этих людей. И потом он вообще молился фактически за весь мир, за то, чтобы все народы познали Господа. И в своих писаниях он это много запечатлевал. И он говорил, что моя скорбь сердечна о том, что многие люди не познали Господа, не стяжали Духа Святаго, и поэтому не знают той удивительной радости, вот этого блаженства, вот этой несказанной любви, которая человеку открывается в познании Господа Бога. Вот как-то в одной беседе с другим старцем произошла такая ситуация. Тот старец говорит, что, ну вот Бог накажет всех грешников, будут они гореть вечным огнем. То есть как бы такое некое торжество, и даже радость выразил. А преподобный Силуан говорит, ну вот если тебя посадят в рай, а ты будешь видеть мучения грешников, то неужели душа твоя будет покойна? А что делать? Сами виноваты. Нет, говорит преподобный Силуан, подлинная любовь, она не может этого потерпеть, поэтому нужно молиться о всех. То есть это фактически вот тот же духовный уровень, который явил преподобный Паисий Святогорец, который тоже вот сердцем своим простирался вот и чувствовал страдания всего мира и молился за всех. И преподобный Силуан, он точно так же, но он же и говорил, что молиться за людей, что кровь проливать. То есть настолько вот, но это у него была такая сердечная молитва, что он болел за то, что кто-то не познал Господа Бога, и ему хотелось, чтобы все люди и все народы познали Господа Духом Святым, как он говорил. Но познать это невозможно, если ты не обретешь смирение. И вот тайна рая, говорил преподобный Силуан Афонский, она в том и заключается, что это есть царство смиренных людей. И там, когда вот такой смиренный видит другого выше себя, то он этому радуется. Он радуется, что он меньше, потому что меньше, они становятся большими ради смирения. То есть это совершенно иные законы жизни, а не те, которые царствуют в гордом мире. И вот именно такого преподобного Силуана уже знали многие, те, кто с ним общались. Конечно, не было толп людей, которые ходили к нему за советом. Но из личных бесед вдруг улавливалось, что он имеет какую-то тонкую духовную прозорливость. И он отвечает не от начитанности книг, а от личного духовного опыта, того, что он сам лично обрел от Господа какое-то познание. И многие даже писали ему письма из-за границы, и он отвечал. И вот почему, когда он уже отошел ко Господу, то стали приезжать паломники и искали череп именно старца Силуана. Он еще не был прославлен в лике святых, поэтому игумены боялись вот такого почитания, ведь еще не канонизирован. Да и кроме того, там они все жили свято, а получалось так, что выделили именно преподобного Силуана, но в этом был промысл Божий. Вот еще при жизни его такой случай, как один католик Бальфур. А вообще он был даже уже священнослужителем и иезуитом. То есть не просто католик, а иезуит. То есть мы понимаем, кто такие иезуиты. И вот он изучал некоторые такие богословские вопросы, связанные с разделениями церквей, католической и православной. И для этого нужно было ему знакомиться с древними книгами. А в нашем русском Пантеливо-монастыре на Афоне там как раз хранилось много греческих таких вот книг. И он туда приезжает. И вот когда он шел как раз к библиотеке, то ему повстречался преподобный Силан Афонский. И тот сказал, что вот после того, как вы поработаете с книгой, то зайдите ко мне, мы побеседуем с вами. Ну и этот Бальфур вначале подумал, чего я буду заходить, какой-то неученый, неграмотный монах. А действительно, мы вот не сказали, что преподобный Силан, он учился всего лишь две зимы. То есть, когда вот еще в детстве, летом все работали на поле от весны до осени, а зимой могли чему-то еще посвятить себе. Вот две зимы он учился, но не более того. И вот этот Бальфур, когда поработал в библиотеке, то потом, ну просто вот из любопытства, просто из любопытства решил зайти и посмотреть, как там живет этот неученый монах. И вот заходит он к преподобному Силану, тот и усаживает его тоже на табуреточку напротив себя, и вдруг начинает с добром так вот кротко, смиренно рассказывать этому Бальфуру всю его жизнь, начиная с 12-летнего возраста. Вот как он жил, какие мысли ему приходили даже, то есть, как вот он, что искал в своей жизни, вот как он обратился уже, ну к такому вот служению церковному, правда, в недрах католической церкви, и Бальфур был просто вот поражен, три часа шла такая беседа, и уже там был поздний день, нужно было уходить, и он на следующее утро опять пришел. И опять была такая беседа, и Бальфур говорит, что теперь я понимаю, что вот надо мне, конечно, принимать какое-то решение, но тут Дух Святоявных проявил себя именно через православного простого монаха, и как вот это сделать, как решение это принять. Ну ему преподобный Силан говорит, что а вот вы молитесь Духу Святому, потому что он есть Дух Истины, и он вас научит. Ну и в общем, действительно, в итоге этот Бальфур принимает православную веру, ну правда он немножко так вот переусердствовал, он вначале так вот рьяно взялся и стал православным иеромонахом, а потом прошли года, и у него оскудела эта ревность, и он не устоял посреди искушений. Вот преподобный Силан устоял, а Бальфур не устоял, и со временем он расстался с монашеством, он женился, и потом уже его Сафроний Сахаров он вытянул. То есть была у них переписка, беседа по этому поводу, и Бальфур уже вернулся к православной церкви, раскаившись и исповедовался, причащался уже вплоть до своей смерти. То есть вот такие тоже интересные судьбы были, вот это было связано в том числе с преподобным Силуаном Афонским, а сам он провел свою жизнь достаточно скромно, смиренно. В 1938 году он покинул наш земной мир, но потом вот ученики стали его особенно почитать, и когда книга его, о нем написанная «Старец Силуан», она стала распространяться по православным странам, то она просто произвела такое удивительное действие. Обязательно читайте эту книгу, потому что эта книга дает огромное утешение, что Господь любого человека может вывести из любых проблем, из плотских грехов, из каких-то душевных запутанных вот этих искушений, и Господь может явить неизреченную любовь, потому что сам Господь – это и есть любовь. И об этом свидетельствовал «Старец Силуан», и поэтому остается нам только помолиться ему, чтобы и он тоже просветил нас своим благодатным утешением. Вот еще он говорил так, что святые, которые на небесах, они в Духе Святом видят тех, которые на земле находятся, и обымают их своей любовью. И даже тех, которые в ад попали, и их, святые, находясь на небесах, обымают своей любовью, и о них ходатайствуют. То есть всегда есть некая надежда быть спасенным, даже из преисподних вот этих глубин адских, и из любых наших жизненных проблем. Поэтому обязательно будем молиться преподобному Силуану Афонскому и обязательно читать его наставления, которые прилагаются к книге «О нем написанный Старец Силуан». «Преподобний Отче наш Силуане, моли Бога о нас! Аминь!» Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Силуан Афонскому